Статья 2. Законодательство Туркменистана об организации и проведении массовых мероприятий. 1. Законодательство Туркменистана об организации и проведении массовых мероприятий основывается на Конституции Туркменистана, общепризнанных нормах международного права, международных договорах Туркменистана и состоит из настоящего закона и других нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения, связанных с организацией и проведением массовых мероприятий. 2. В случаях, предусмотренных настоящим законом, органы исполнительной власти принимают нормативные правовые акты, направленные на обеспечение условий для проведения массового мероприятия. 2. Пункт 2. Проведение массового мероприятия в целях предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума регулируется настоящим законом и законодательством Туркменистана о выборах и референдумах. 3. Проведение религиозных обрядов и церемоний регулируется законом Туркменистана о свободе вероисповедания и религиозных организациях. 3. Принципы проведения массового мероприятия Проведение массового мероприятия основывается на следующих принципах. 1. Законности. Соблюдение положения Конституции Туркменистана, настоящего закона, других нормативных правовых актов Туркменистана. 2. Добровольность и участие в массовом мероприятии. 3. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 4. Глава 2. Порядок организации и проведения массового мероприятия. 4. Организация массового мероприятия. К организации массового мероприятия относятся 1. Оповещение возможных участников массового мероприятия и подача уведомления о проведении массового мероприятия в соответствующий орган местной исполнительной власти. 2. Проведение предварительной агитации. 3. Изготовление и распространение средств наглядной агитации. 4. Другие действия, не противоречащие законодательству Туркменистана, совершаемые в целях подготовки и проведения массового мероприятия. 5. Организатор массового мероприятия. 1. Организатором массового мероприятия могут быть один или несколько граждан Туркменистана, достигший совершеннолетнего возраста, постоянно проживающие в Туркменистане, а также политические партии, другие общественные объединения и религиозные организации, их структурные подразделения, взявшие на себя обязательства по организации и проведению массового мероприятия. 2. Не могут быть организатором массового мероприятия. 3. Лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся по приговору суда в местах лишения свободы. 2. Лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость, а также лицо, подвергнутое административному взысканию в течение года после привлечения к административной ответственности. 3. Политическая партия, другое общественное объединение и религиозная организация, их структурные подразделения, деятельность которых приостановлена, прекращена или запрещена, или которые ликвидированы в порядке, установленном законодательством Туркменистана. 3. Организатор массового мероприятия имеет право. 1. Проводить массовые мероприятия в местах и во время которых указаны уведомления о проведении массового мероприятия или изменены в результате согласования с органом местной исполнительной власти. 2. Проводить предварительную агитацию в поддержку целей массового мероприятия через средства массовой информации путем распространения листовок, изготовления плакатов и в других форматах, не противоречащих законодательству Туркменистана. 3. Уполномачивать отдельных участников массового мероприятия, выполнять распорядительные функции по его организации и проведению. 4. Организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под требованиями и другими обращениями граждан. 5. Использовать при проведении массового мероприятия звукоусиливающие технические средства с уровнем звука, соответствующим стандартам и нормам, установленным в Туркменистане. 6. Требовать от уполномоченного представителя органа внутренних дел удалить с места проведения массового мероприятия лиц, не выполняющие законные требования организатора массового мероприятия. 4. Организатор массового мероприятия обязан 1. Подать в орган местной исполнительной власти уведомление о проведении массового мероприятия в порядке, установленном статьей 7 настоящего закона. 2. Не позднее, чем за три дня до дня проведения массового мероприятия, в письменной форме информировать орган местной исполнительной власти о принятии или не принятии его предложения об изменении места и времени проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении о проведении массового мероприятия. 3. Обеспечивать соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении о проведении массового мероприятия или измененных в результате согласования с органом местной исполнительной власти. 4. Требовать от участников массового мероприятия соблюдение общественного порядка и регламента проведения массового мероприятия, прекращение нарушения закона. 5. Обеспечивать в пределах своих полномочий общественный порядок и безопасность граждан при проведении массового мероприятия, а в случаях, предусмотренных настоящим законом, выполнять эту обязанность совместно с уполномоченными представителями органа местной исполнительной власти и органа внутренних дел, соблюдая при этом все их законные требования. 6. Приостанавливать массовое мероприятие или прекращать его в случае совершения его участниками незаконных действий. 7. Обеспечивать соблюдение установленной органами местной исполнительной власти нормы предельной заполняемости территории помещения в месте проведения массового мероприятия. 8. Принять меры по недопущению превышения количества участников массового мероприятия, указанного в уведомлении о проведении массового мероприятия. 9. Если такое превышение количества участников создает угрозу общественному порядку и безопасности участников данного массового мероприятия или других лиц или угрозу причинения ущерба имуществу. 9. Обеспечивать сохранность окружающей среды, зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, оборудования и другого имущества в месте проведения массового мероприятия. 10. Довести до сведения участников массового мероприятия требования уполномоченного представителя органа местной исполнительной власти о приостановлении или прекращении массового мероприятия. 11. Иметь отличительный знак организатора массового мероприятия. Уполномоченное им лицо также обязаны иметь отличительный знак. 12. Требовать от участников массового мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. 13. Лица, не подчинившиеся законным требованиям организаторам массового мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного массового мероприятия. 15. Организатор массового мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении массового мероприятия не было подано в срок или если с органом местной исполнительной власти не было согласовано по его обоснованному предложению изменения места и времени проведения массового мероприятия. 16. Шестое. Организатор массового мероприятия в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, несет ответственность за вред, причиненный участникам массового мероприятия в гражданско-правовом порядке. 16. Статья 6. Участники массового мероприятия. 1. Участниками массового мероприятия признаются граждане, члены политических партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных организаций, добровольно участвующие в нем. 2. Участники массового мероприятия имеют право. 1. Участвовать в обсуждении и принятии решений других коллективных действиях в соответствии с целями массового мероприятия. 2. Использовать при проведении массового мероприятия различную символику и иные средства открытого выражения коллективного или другого мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Туркменистана. 3. Принимать и направлять требования и другие обращения граждан в органы государственной власти, общественные объединения и религиозные организации, международные и другие органы и организации. 3. Во время проведения массового мероприятия его участники обязаны. 1. Выполнять все законные требования организатора массового мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа местной исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел. 2. Соблюдать общественный порядок и регламент проведения массового мероприятия. 3. Соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные нормативными правовыми актами Туркменистана, если массовое мероприятие проводится с использованием транспортных средств. 4. Участники массовых мероприятий не вправе. 5. Пункт 1. Скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности. 2. Иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. 3. Взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, одурманивающие, сильнодействующие, легко воспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, за исключением спичек и карманных зажигалок. 4. Предметы, химические материалы, которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы изделия, использование которых может привести к задымлению, воспламенению, иметь при себе и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 3. Находиться в месте проведения массового мероприятия в состоянии опьянения. 4. Наносить ущерб историческим и культурным памятникам и другим материальным ценностям. 5. Создавать препятствия нормальному движению пешеходов и транспортных средств. 5. Основанием для деятельности журналиста на массовом мероприятии является удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. 6. Журналист, присутствующий на массовом мероприятии, должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации. 7. Уведомление о проведении массового мероприятия. 1. Уведомление о проведении массового мероприятия, за исключением пикетирования, проводимого одним участником, подается его организаторам в письменной форме в орган местной исполнительной власти в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения массового мероприятия. При проведении пикетирования группы лиц, уведомление о проведении массового мероприятия может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения. А если указанные дни совпадают с выходным днем, воскресенье, нерабочими, праздничными или памятными днями, не позднее 4 дней до дня его проведения. 2. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется. 2. В уведомлении о проведении массового мероприятия указываются Пункт 1. Цель массового мероприятия 2. Форма массового мероприятия 3. Места проведения массового мероприятия, маршруты движения участников, а в случае, если массовое мероприятие будет проводиться с использованием транспарантных средств, информация об использовании транспарантных средств. 4. Дата, время начала и окончания массового мероприятия 5. Предполагаемое количество участников массового мероприятия 6. Формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия, общественного порядка, организации медицинской помощи, намерения использовать звукоусиливающие технические средства при проведении массового мероприятия 7. Фамилия, имя, отчество или наименование организатора массового мероприятия, адреса мест проживания или нахождение и контактные телефоны 8. Фамилии, имена и отчество лиц, уполномоченных организатором массового мероприятия, выполнять распорядительные функции по организации и проведению массового мероприятия 9. Дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия 3. Уведомление о проведении массового мероприятия в соответствии с принципами, изложенными в статье 3 настоящего закона, подписывается организатором массового мероприятия и лицами, уполномоченными организатором массового мероприятия, выполнять распределительные функции по его организации и проведению. Статья 8. Места проведения массового мероприятия 1. Массовое мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах, если его проведение не создает угрозу обрушения зданий и сооружений или иную угрозу безопасности участников данного массового мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения массового мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы настоящим законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана. 2. Органы местной исполнительной власти определяют места, специально отведенные или оборудованные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов, а также для массового совместного присутствия граждан, для открытого выражения общественного мнения по актуальным вопросам общественного политического характера. 3. Порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости и предельная численность лиц участвующих в массовых мероприятиях, уведомлений о проведении которых не требуется, устанавливаются органами местной исполнительной власти. 3. При определении специально отведенных мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться возможной достижения цели массовых мероприятий. 4. Транспортная доступность специально отведенных мест, возможность использования организаторами и участниками массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, соблюдения санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников массовых мероприятий. 5. В случае направления организаторами нескольких массовых мероприятий о проведении массовых мероприятий в специально отведенных местах в одно и то же время, очередность использования специально отведенных мест определяется с учетом времени получения соответствующего уведомления органам местной исполнительной власти. 4. К местам, в которых проведение массового мероприятия запрещается, относятся пункт 1. Расстояние менее чем 200 метров от здания резиденции президента Туркменистана, Меджилиса Туркменистана, Кабинета министров Туркменистана, Органа государственного управления по телевидению и радиовещанию. 5. Пункт 2. Расстояние менее чем 50 метров от зданий органов государственного управления, местных органов власти, дипломатических представительств и консульских учреждений, военных и правоохранительных органов и органов обеспечения жизнедеятельности населения, общественный транспорт, предприятия, вода, тепла и энергообеспечения, органы здравоохранения, образовательные учреждения. 6. Пункт 3. Путепроводы объекта железнодорожного, водного и воздушного транспорта, полосы отвода железнодорожного, водного и воздушного транспорта, нефти, газа и продукты проводов, линии высоковольтной электропередачи. 7. Пункт 4. Расстояние менее чем 100 метров от опасных производственных объектов по получению, применению, переработке, созданию, хранению, перевозке и уничтожению опасных веществ. 7. Пункт 4. Расстояние менее чем 100 метров от опасных производственных объектов,